Салам алейкум, друзья, меня зовут Тальтер, вы находитесь на канале Чеггеряут, а это реакция на шестой выпуск шоу Ирины Кайратваны. Продолжаем хайпить, так скажем. Погнали смотреть сразу. Я еще буду делать паузу. Я еще что-то захочу сказать. Байзакова? А, ну ты сегодня такой грубый. Ты реально какой-то грубый. Плечи швахом купите мусы. Шоу Ирины Кайратваны, мы начинаем. Серьезные отношения? Да, да, были у меня. У меня были настолько серьезные отношения, что я даже бухал с ее батей зимой на рыбалке, прикинь. Это хорошо. Как хорошо? Просто я вот тогда в машину зашел, а он остался на улице, царство ему небесное, конечно. Ну это уже нехорошо. Ну как нехорошо? Вот эти вот быстрые свидания, знаешь, вот это вот все не для меня. Я вообще быстро вот это все не люблю. У тебя какие-то проблемы? Ну как проблемы? Ты знаешь, что такое археологический ранхит? Нет? Не знаю. Хер поймешь ваш пучек? Молодой человек, молодой человек, подождите. Что? У вас оказывается окталарингический ранхит. Что? Я говорю, у вас оказывается не мингический нангенгит. У вас оказывается окталарингический ранхит, говорю. Вы можете понять неизъясниться? Два сантиметра это болезнь, но излечимая. Я же говорил тебе, это болезнь. Ты маленький-маленький. Зато яйца большие уже. Пойдем, пойдем. Окей, окей. А что такое, как дверь не открывается? Да они открываются, стукнули у меня. Ё-моё, таксисты тоже сейчас. Все таксисты сейчас. А, ладно, понятно. А это что за пятницу? Да, женщина беременную одну довозила его. Чуть здесь не родилась, здесь. А что ты, братан, здесь пойму? Да сейчас мы его братуху заберем, он здесь, он стоит, ждет. А мне же в ту сторону, братан? Да сейчас мы его заберем и сразу отвезем тебя. Не, 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 братан, мне время просто, надо ехать. Может, меня сначала, может, потом кентух заберешь. Э, братуха, а вот он стоит в обочине. Не, братан, откуда я знаю, ты, может, меня со своим кентом грохнуть хочешь, братан? Отвезти там в лес, братан, изнасиловать там, кислотой обреть. Тем более, когда там 250 тысяч деньги лежат. Я вообще, братан, идеальный вариант. У меня родственников нет в основе, я только студент, он только поехал, братан. Смотри, меня, куда ты сейчас везешь. Ты еще поехал, братан, по темной улице, нету ни одной камеры. Деньги у меня, вообще, бля, братан, в лес там отвезешь. Сам тебя взрываешь, чувак. Все, остановимся, меня давай, отвези. Хороший клиент попался. Я бы сам до этого никогда не додумался. Понятно, а кроме бадминтона, чем увлекаешься? Ну, я еще люблю на природу ездить. Правда, я не как все езжу, там, в Алмату или в Боровое, там. Я больше люблю южные края, Джамбыл, Сарагаш. У тебя есть рядные привычки? Ну, кроме того, что я люблю чуйскую природу, я еще рекламные ролики снимаю. Я так и думаю. За которых меня люди узнают. Ну, это же круто. Ну, то, что узнают, круто. Вот то, что бьют, это не очень. Настолько плохая реклама, что ли? Ну, как сказать? Огонь реклама. Сынок, давай быстрее, иначе ты опоздаешь в Global Student Center, где занимаются лучшие дети страны. Давай быстрее. Мам, а перед тем, как мы поедем в Global Student Center, где есть также обучение за рубежом, мы заедем в магазин? А зачем тебе перед Global Student Center, одними из самых лучших и передовых школ во всем мире, а то и СНГ, идти в какой-то магазин? А не сходишь. Боже, мы опять опаздываем. Это все из-за того, что ты долго ешь, а не из-за того, что мы постоянно говорим про Global Student Center, у которого лучшая методика образования. Давай быстрее. Если бы раньше меня разбудили бы, я бы уже сейчас где-нибудь учился в Бангладеше или в Майами, потому что в Global Student Center ты учишься там, где ты сам хочешь. А теперь на меня на зите. Надо было раньше вставать. Ты думаешь, нам с твоей мамой приятно слушать упреки от твоих учителей английского языка из Global Student Center, который упрекает на чистом английском языке? А? Я проспал, потому что видел сон. Какой? Про Global Student Center, где я набрал 9 баллов по Альцию и поступил в Гарнер. Ой, ну игра актерская вообще, конечно, в Голи, ребят. Братан, нормальное место, нормальное место. Ботай, работай, работай. О, салам алейкум, салам алейкум. Что, какой-то праздник, да, смотрю, навечается? Родной мой, родной мой, женится сегодня, братан. Вот, как говорится, пока он наручники не одел, до тебя привел, братан. Что там, можно сразу всех посмотреть? Не торопись. Конечно, сейчас посмотрим. Так, Шиндор, Шиндор, выходите. Так, эй, это же знакомое лицо. Тебя же на мальчишник брали, весело было. Че, а ламс вам на ну, братан? Да мне пофигу, братан. Выбирай сам и пойдем. Так, ну-ка ты, ну-ка выйди вперед. Ну-ка, покрутись. Так, а ну, давай вдвоем, давай, вдвоем. Давай идем на вас, братан. Двое, двое. Вы столбой осилите вообще? У нас много народу там двое. Осилят, братан, как? Фу, конечно осилят, это же профессионалы. А че, сколько стоит, братан, двое вообще? Ну, за двоих это будет 300 тысяч. 300 тысяч, братан, ты че? Подожди, подожди, я договорился, подожди, братан. Че так дорого, е-мое? Я может их двоих еще на видео, фото хочу снимать. Братан, фото, видео, это вообще отдельная оплата идет, понимаешь? 300 тысяч для этих двоих это нормально. Вы либо джектер берите, да? Либо, я не знаю, ищите в другом месте. Я береже лера сунда, алтым бани. Алтым мис, братан, просто свадьба у тебя уже сегодня. Сейчас сезон. Мы свадьбу еще на русском и на казахском языке проводим. Конкурсы, игры, все от нас. Будет весело и интересно. Давай его возьмем, у него голос приятный. Все, братан. Слышь, там вода, короче. Братан, вообще, чего вы этот офис нормальный не снимете? Ну, сейчас, братан, сделаем все. Конкуренция просто в городе большая. Скоро сайт откроем и все нормально. Все, все, все. Давай. Или нет? Слышь, жан, проси, пожалуйста, это. Не трогай меня. Да ладно, я просто... Не трогай, говорю. Да я с пацанами там... Да загорелое все тело болит. Не трогай меня. Что, обиделась, что ли? Блин, ты хотя бы скажи мне, на что ты обиделась? Чтоб я знал, за что прощения просить. Или что это из-за того, что я тебе с твоей лучшей подругой изменял? Нет, мы с Дианой лучше подруги делимся всем, что у нас есть. Или что, это из-за того, что я твою маму свиней назвал? Нет. Только не говори, пожалуйста, что это из-за того, что я твою фотку везде не лайкнул. Ах ты, сука, ты еще фотку мою не лайкнул? Да я ради тебя в восьмом классе в школу бросила. Все, коту под нос. Может, под хвост? Да откуда я знаю? Я же тебе говорю, что в восьмом классе в школу бросила. Все, достал ты меня уже, расстаемся мы. Хэштег, мы расстаемся. Блин, какая-то странная сегодня. Только себе взял, что ли? Жекас Донер Хаус. То, что сближает. Хэштег Донера от Жеки. Я купил тысячу и одну розу, взял самое дорогое шампанское, одел свой самый лучший костюм, потом мы с ней встретились на кладбище и расстались. Это очень печально. Да нет, не печально, она просто ебанутая, реально ебанутая. Кто на кладбище свидание назначает? Я ей говорил, давай нормально посидим в этом ебаном морге. Да и вообще, честно говоря, по психологическим всем этим параметрам было видно, что она чуть-чуть не того. И я уже вижу по психологии человека, что ты меня хочешь трахнуть. Нет, ты дурак, что ли? В смысле дурак? Я как психолог тебе это говорю, ты меня хочешь. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такая проблема, понимаете, я никому об этом не рассказывал, правда решил вам рассказать. Правильно, не держите это в себе, раскроюсь, расскажите мне. Все, хорошо. Я боюсь Карлсона. Что? В смысле персонажа? В любом случае, когда его именно механи... У вас еще вентилятор в кабинете стоит? Вентилятор в кабинете у вас стоит, как его пропеллер на спине. Успокойся, успокойся, Алдер, вот чай с вареньем... С вареньем, блядь, с вареньем, вентилятор в вареньем. Может у вас еще на крыше стоит, это Карлсон? Подождите, я сейчас... Сука, сам, да, Карлсон, блядь, вы все вот это вот, да, сука? Фрейкинбокс, зайдите, пожалуйста, в фрейкинбокс, зайдите. Ах ты, сука, гандон, хитрожопа. Думал, Карлсон проканает. Хер тебе, гандон. Годим. И такие служили, блядь. Ярким светом солнца. Илья, браво. Спасибо. На самом деле, с детства тяга к стихам. Люблю стихи. Особенно люблю их читать девушкам перед сном. А сам сочиняешь? Да, конечно. Позволь свое собственное сочинение. О ней. Я ждал, я очень ждал, смотрел в окно и наблюдал. Когда же ты придешь, словно горькая отрава, пою о ней, моя любимая шалава. Ну, че, как? Ну, че-то так себе. Зря ты так. Не чувствуешь душу поэта. Извольте, как вы сказали? Кот так? Именно так. Как издискана звучит? Кот так? Граф Умгаров, граф Кайкибасов. Я тут набросал стихи. Опять писали на толчке. Ха-ха-ха-ха-ха. Мне просто интересно узнать вашу оценку. Итак, бар две лесбухи. Пыр логашек, ящик, миллер. А, извольте, что такое ящик? Ну, бахнемся ящиком. Что такое миллер? Действительно. Я не знаю, но очень сильно в рифму. Бар мы прогоняем выпить. На сегодня ты их киллер. Миллер. Спиннер. Киллер. Скипидер. Киллер. Клитер. Киллер. Киндер. Киллер и все. Убей их за мой счет. Еще. Отправь их за мой стол. Еще. Пока суки втихаря в уборной делят. Колесницу. Может быть колесо? Может быть и колесо. Клитер. Да что с вами такое? Простите, просто меня тоже посетила муза. Позвольте, я продолжу. Я люблю у женщин их обилия. Есть варик, я забываю его мобильная. Варик. Варик. К сожалению, варика нет. Есть другой имеет как на DVD, но она 7 из 10. Если пьешь ты до утра, то зови ее. Боже, прелестные слова. Я чувствую, я чувствую ваш ритм. Она не спеша греет танцпол. Да. Пуцы тут и там. С ней понеслись. Превосходно. Она ловит связь. Она ловит тол. И я ее тяну. Не на пару слов. Да, да. Что это? Кажется, я где-то уже это слышал. Пойду на толчок сажу. Сегодня у нас в гостях человек, который лично видел Басту и не видел Касту. Автор хита «Неважно», хотя это не важно в принципе, «Человек-гемафродит». Бекабризи, дорогие друзья, сегодня я не могу сказать. Я сейчас как скваду выпну сзади. О, это же мое любимое интервью. На самом деле, я бы тебе подкатил, да. Что-то я забыл. Что-то голубой. Если был бы пьяный. Хотя нет, вряд ли бы я к тебе подкатил. Как ты относишься к лесникам? К лесникам? Хорошо. Да, просто мы подумали, это как-то нелогично. Вот рубить деревья, чтобы сделать тетради. Лучше делать тетради из конопли. Ладно, неважно. Как ты относишься к лесбиянкам? А, к лесникам? И к тем, и к тем одинаково относишься. Ебать, у нее удар сильнее, чем у моего брата. И голос мой грубее. Какой у тебя размер груди? Меньше, чем у тебя. Вообще у тебя есть? На спине. Покажи. Поднимай. Скажи, скажи, братан. Брат, брат, брат. Брата. Брат. Брат, братан, братишка. Скажи, бывает такое, что к тебе на улице подходят парни и знакомятся с тобой? Да не, не, не. Мне такого не надо. Или они просто стреляют в сигареты? Я не курю. Это во-первых. Во-вторых, мне такого нет. Ну, предлагай. Пацан, вот так. Алай, братан. Привет. Вы встречаетесь, если да, на курице? Нет. Я сказала, что у меня не встанет у нее. Теперь, 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 теперь мы проведем... Это в Казахстане? Теперь, теперь! Какая она невозможная! Просто отвечаю. Вот это вот в Казахстане? Давай, ехал. Ты готова? Да, давай, постарай. Поехали. Красота. Эльдана Фарайс или Баста? Нифига себе, оба. Мороженое или порно? Порно. Мороженое. Хип или хоп? Хоп. Семечки или анал? Семечки. А что я задумываюсь, блядь? Яглада или допоха? Допох. Куикс или говно? Говно. Жопа или грудь? Грудь. А мне вот сложно, я не знаю, жопа или грудь. Джасик, давай поменяемся, брата. Сейчас, подожди, Алдин. Брата, это же быстрое свидание, давай поменяемся. Сейчас, подожди, Гол, у нас что-то срастается, что вы понимаете? Прикольно. Вообще-то ты мне не нравишься, мне нравится вон тот. А кто сказал, что ты мне нравишься? Мне вообще вон та вот девушка в черном нравится. Но ты мне не нравишься, мне нравится он. И что, я зрительные стихи, что ли, читал? Так, подождите, так, стоп. Ну-ка, так, сядьте, кто кому нравится, быстрее, давайте. Что такое, ё-моё? Что-то времени так теряете. Давайте быстрее, садитесь, ё-моё. Что такое? Так, подождите. Я вообще здесь кому-нибудь нравлюсь? Сука, вдвоём сидит, блядь. Ну, прикольный, жопа. Так, короче, что-то я решил ничего не говорить, никаких пауз не делать, в общем, а сказать всё в конце. Сейчас посмотрим, может, тут у нас что-нибудь есть. Выпуск мне понравился. По-моему, даже он как-то поинтереснее, чем предыдущий. Вначале я не понял про грубость. Вот. Я сказал ещё то, что мне знакомы эти вот свидания, но я... Как будто помню, как будто нет. А, ничего, оказывается, в конце не было. Поэтому, ну, не знаю. Так, про болезни тут что-то как-то... Ну, такое вот таксист прикольный, конечно. Если этот чувак сам себя закапывал, это было, да, забавно. Так, рекламные ролики, тоже забавно всё. Ну, школа, ЖК... А, вот эти, ну, я не понял, кто это, тамада, не тамада. Короче, если что, напишите в комментариях, но достаточно одного комментария мне будет, чтобы понять. Если вы увидите, то можете не писать. Ну, если вы увидите, что кто-то написал. Короче, с этими мужиками не понял, но, наверное, скорее всего, это... А, это вообще какой-то... А, это приложение, может быть, сайт какой-то. Той драйвер. Ну, это водитель тогда. Короче, не знаю, напишите есть что. ЖК Донорс, тоже забавно было в начале, но под конец смазали. Так, военкомат, ну, такое. Забавно, но... И бар две лесбухи... Вот, блин, по-моему, я всё это видел вообще. Ну, не знаю, я... Вот, если даже видел, то я не помню этого всего. Как-то странно. Бар две лесбухи забавно. Но я не понял, зачем вообще всё это... Просто показать то, что это... Они сравнили это, типа, как с каким-то произведением, стихотворением. Что, вот, послушайте, вот это вот произведение. Вот сейчас пишут, как... Бига Бризи. Это вообще... Что? Кто? Ну... Не знаю, как-то... Быстро пролетело, вот что я могу сказать про это интервью. Как будто вообще недолго. Да, реально, очень мало поговорили они. Ну, мне больше понравился задний план. Вау! Это вообще очень круто. Красота прям. Так, и вот, я хотел сказать про концовку. Очень круто закончили. Ну, типа, начали они... Они везде так уже. Ну, просто я это замечал, но вот сейчас это скажу. Ну, начинает... Ну, на протяжении всего выпуска идет какая-то тема, и в конце это концовочка есть. Вот на прошлом было, допустим, кинопробы, и в конце девушка говорит, типа, я вас познакомлю с Ириной Кайратовной, и она вам даст камеру и так далее. Вот, здесь вот быстрые свидания, эти знакомства. Ну, я думаю, еще после титров что-то будет, но нет. Короче, шестой выпуск, очень хорошо. Я надеюсь, дальше все так же будет круто. А паузу, я не знаю, что думаете, ставить паузу или нет? Мне не хочется, как бы. Ну, если что-то я захочу сказать, то я, наверное, поставлю. Оставлю и, ну, типа, что-нибудь скажу. Все, на этом спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось это видео. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если не подписаны. И еще я хотел сказать то, что после шоу Ирины Кайратовны, когда посмотрю 12-й, на следующий же день, наверное, пойдут выпуски, ну, не прям в один день, а также каждый день будут выпуски, реакции на ГГ-шоу. Очень много комментариев было по поводу этого шоу. Я посмотрю, посмотрю Кластилин Валец и что-то там еще, короче. Все, на этом точно все. Всем пока. Check it out.